8 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто ежедневно заглядывает своим подопечным прямо в душу, которые, несмотря на свое настроение и другие обстоятельства, идут помогать другим. Люди, для которых нет чужой беды и боли, всегда приходят на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Даже в свой профессиональный праздник социальные работники на посту 24 на 7. В этой отрасли я работаю 13 лет, уже стаж довольно-таки обширный. Непосредственно была все время, вот здесь в хуторе, не меняла место. Я замужем, да, у меня есть взрослая дочь и внуки, сын заканчивает медицинский колледж по профессии, по специальности фармацевт. Муж работает, держим небольшое приусадебное хозяйство. У Натальи Александровны 10 подопечных, она навещает их чуть ли не каждый день. Круг обязанностей достаточно широк и индивидуален для каждого пожилого человека. Помимо домашних бытовых хлопот, входит и закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Все это требует немало времени, терпения и сил. Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в этой области? По всей вероятности нужны, потому что человек должен осознавать, что он идет к человеку пожилому, у которого свой уклад жизни, свои устои, какие-то привычки. Ты в эту жизнь входишь, ты становишься частичкой его жизни, потому что ты соприкасаешься со всеми темами, что сталкивается он в обычной жизни. Поэтому, да, это просто необходимо. Так, расскажите, пожалуйста, про свой обычный рабочий день. Обычный рабочий день выходим, у нас выходит режим работы с 9 утра. Идешь к подопечному, берешь заказ на, если у него есть продукты, заходишь, берешь заказ на продукты, идешь в магазин. Потому что у каждого подопечного есть свой график работы, к нему ухождения. Я должна уложиться в это время, потому что другой человек уже идет по другому времени. Пришла, если у него там стоит сегодня услуга доставка продуктов или уборка, либо доставка воды, я выполняю эту функцию, иду к следующему адресату своему. Та же самая процедура у нас. Выполняем заказ, выполняем. Нет, делаем работу по дому. У кого какая услуга есть, помощь в приготовлении пищи, есть у нас стирка и углажка. В общем, кто, у кого какие услуги, выполняем. И так, в таком формате пробегает весь день. Беготни от двора ко двору, магазины, аптека, почта. Мы застали социального работника у Людмилы Толумбековой. И здесь она долгожданный и дорогой гость, которого ждут с нетерпением. Доброе утро, Людмила Витальевна. Как ваше самочувствие? Нормально. Да, ну это хорошо. Я очень рада. Бегу сейчас в магазин, и тогда принесу вам продукты. Хорошо? Хорошо. Тогда мы уже с Наташей фронт работы еще определим, что мы будем сегодня еще делать. Ну, Семеногина Наташа к нам уже несколько лет ходит. Очень хороший человек, очень добрый, внимательный. Всегда выполняет то, что просишь. Сама даже предлагает какие-то услуги. Давайте я вам это помогу, давайте я вам это помогу. Ну, вообще, очень хороший человек. Мы ей довольны. Поздравляем Наташу и всех социальных работников с их праздником. Желаем им здоровья, успехов, трудолюбия и очень даже большого терпения с такими больными, старыми людьми. Это не так просто. Но главное для пожилых людей – это общение и знание того, что о них помнят и всегда готовы прийти на помощь. Этим и занимается наш соцработник вот уже на протяжении 13 лет и ни разу не пожалела о своем решении. В наше время очень, не знаю, есть такая черта характера, когда человек воспринимает недостаток внимания, понимания. И я этим прониклась к людям, что вот им нужна помощь. Не каждый на это пойдет, потому что у многих далеко родные. Они зачастую одиноки, у них нет никого рядом. И вот ты чувствуешь, что ты им нужен. Поэтому, я не знаю, это, наверное, вот моя черта характера, наверное, мое призвание, что вот я не могу пройти мимо человека, не оказав ему помощь. Самое сложное – это держать себя в рамках, иметь, то есть, большое, огромное терпение. Потому что у людей, особенно в преклонном возрасте, у них делается характер, как у маленького ребенка. Он зачастую не понимает происходящего. И нужно огромное терпение, чтобы не сорваться, чтобы быть адекватной, приходить в хорошем настроении и быть адекватным. Сложно ли было освоить вашу профессию? Изначально было сложно, тяжеловато. Люди разными характерами, с разными судьбами, и порой бывает тяжело работать. Поэтому нужно какие-то навыки определенные иметь. Труд социального работника очень тяжелый. Наталья Александровна говорит, что для этого нужно быть очень гуманным человеком. В свой профессиональный праздник она желает всем коллегам терпения и оптимизма. Всем социальным работникам желаю, во-первых, крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, хороших, покладистых, подопечных. Чтобы им работа была в радость. И чтобы они, в свою очередь, ходили, работали, дарили людям радость, уважение, любовь, внимание. Всего самого-самого всем наилучшего. Именно участие и поддержка социальных работников вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне. Спасают их от одиночества, придают силы для преодоления сложных жизненных ситуаций. Все жители нашего района знают про нашу сферу, про нашу службу. Социальные работники, медицинский персонал в доме-интернате, большой штат. Все это, как бы, во благо жителей нашего района. До 800 человек социальные работники обслуживают в пансионате бабушки, в социальном жилом доме бабушки, пожилые люди, их обслуживание. Это все значимо для нас, для жителей нашего района. В социальном жилом доме бабушки, старики, которые там проживают, постоянно под уходом. Социальный жилой дом оснащен. Все у нас есть, все функционирует. Дом-интернат, пожилые люди, которые остались без заботы, без ухода, в полной мере у нас все это обслуживается. Ну и социальные работники, 80 социальных работников работают по всему району. Обслуживание бабушек и дедушек, облегчение их жизни, помощь в поселениях, сотрудничество с главами поселений. Вот последние события, наводнения и так далее. Очень значимо мы участвовали во всех этих делах. Администрация района ценит нашу работу, нашу службу. И в канун нашего замечательного праздника хочу поздравить свой коллектив, большой коллектив. У нас в штате 150 человек. И все, где бы они ни работали, все выполняют свою работу. Я ими доволен. Многих можно выделять, но цифры и фамилии сейчас я говорить не буду. Но они в полной мере отрабатывают то, что им положено. Именно вкладываю свою душу, силу, нервы. И желаю вам крепкого здоровья, терпения в вашей нелегкой работе. И чтобы все у вас ладилось. Чтобы мир у нас был. Чтобы вот этих в свете последних событий, чтобы у нас проблем не было. Чтобы наши бабушки и дедушки были довольны. Счастья вам, здоровья. Спасибо вам всем.